Уважаемые мои слушатели, подписчики канала, Бельканта, добро пожаловать! Я надеюсь, что вы ознакомились более глубоко с технологией и с теми механизмами мышечными звукообразования, которые я вам предлагал в видео. Без этих мышечных механизмов практически развивать голос невозможно. Потому что надо, чтобы всё работало согласованно. Вот. То есть надо согласовать, извините, звукообразование, то есть начало звука, а вы знаете, что мы начинаем звук именно вот здесь, внизу трохеи, это внизу груди, где мембранозная перепонка трохейная начинает колебаться, и что мы включаем вот эту перепонку при помощи рефлекса стона. Видите? Не гортани, а именно вот этой мембраны, задней стенки трохеи. Мы об этом говорили много, и вы всё это знаете. Дальше. В последнем видео я обращал ваше внимание на то, что относительно резонанса. Резонанс, так сказать, фактически всё наше тело является резонатором. Ну, для того, чтобы всё тело зарезонировало, вот, нужно добиться такой артикуляции и такой правильной формы и объёмов гласных, которые будут соединяться в единую трубу. Трофея, ортоглотчная полость и головной резонатор, чтобы дала единая труба. Далее. Самым, мы говорили в последнем видео об этом, важнейшим фактором является дыхание. То есть, если мы будем включать чрезвычайно мышцы, вот, особенно это касается гортани, то в таком случае мы свободного вот этого проточности звука никогда не получим. Потому что вся работа у нас протекает в грудной полости. То есть, и в ротоглотке. Там у нас мембрана, там у нас дыхание и дыхательные мышцы, лёгкие. А в ротоглотке у нас артикуляция, которая должна быть доведена до совершенства. Для чего? Для того, чтобы каждая гласная у вас резонировала. А для этого надо натренировать ротоглотчную полость, и чтобы каждая гласная имела свой правильный объём. Тогда она, она будет резонировать. Вот. Я не знаю, насколько мне удастся сегодня это сделать. Вы же видите, что состояние моего здоровья, мягко говоря, несколько сетни негативное. Вот. Но я попробую. Вот, смотрите. Самое главное, это начинать звук. Вот. С тоном мембраны. Видите, даже речь уже начинает резонироваться. Ну, с моим хрипом. Это не очень убедительно, но вы понимаете, о чём я говорю. Как это делать? Вот, смотрите. Мы начинаем строить гласное при помощи ротоглотки. А. Что мы делаем? Выпускаем корень языка, корень языка уходит вниз, освобождается место для вратоглотки, для гласной, которую мы будем строить прямо там, за корнем языка вратоглотки. Вот. И видите, тогда включается единая труба. Вот это тот звук, который нам дает трахейная мембрана, вот, она усиливается вратоглотчном резонаторе, грудной резонатор, вратоглотчном резонаторе, головной резонатор. И получается, что когда мы правильно поставили гласную на нужную глубину и включили нужный объем, мы получаем так называемый эффект резонанса. Вот это. ГИ-ГИ-ГО-ГО-ГО! Даже, видите, при речи, это, когда мы имитируем вот этот стон. ГИ-ГИ-ГО-ГО! Видите, все это начинает рецептировать в головном резонаторе. Вот. Поэтому вот это, на этом упражнении можно научиться петь. если вы даже никаких других упражнений не будете петь, только эти упражнения, вы уже подготовите свой, так сказать, вокальный аппарат к тому, чтобы можно было членораздельно и с неплохим тембром спеть какую-то, так сказать, не очень сложную песню. Вот, поэтому, пожалуйста, обратите особое внимание на тренировку именно вот этой глоточной артикуляции вокальной, потому что если вы будете прибегать к речевой артикуляции, то тогда не включится нижняя часть трахеи. Вот для этого нам нужна, для того, чтобы развить этот голос, вот для того, чтобы распеть эту мембрану, она должна колебаться и нужно пропеть большое количество упражнений, для того, чтобы эту мембранозную перепонку, мембрану превратить в такую струну, которая натягивается, вот, гладкая мускулатура этой мембраны, она продольно-поперечная, вот, продольная, поперечная и еще диагональная. То есть, видите, мышца достаточно прочная, рассчитанная на то, что эту мембрану трахейную и бронхиальные мембраны можно эксплуатировать всю жизнь и петь до глубокой старости, вот, поэтому, пожалуйста, я еще раз прошу вас обратить на это внимание. Нужно строить правильные объемы, вот, Вот, видите, мы строим этот звук в третьей позиции. Что такое третья позиция? Когда мы максимально, вот, опускаем корень языка и увеличиваем разоглощенный резонатор, вот. Это так называемое классическое пение, вот, то есть, оперное и камерное. Если мы гласную немножко, корень языка выдвинем вперед, то будет уже, так сказать, включаться только средняя часть мембраны, мембранозной перепонки трахеи, и будет такой звук. Ги-га-га-го. О-о-о, видите, он лишен тембра. Это, так сказать, вот, так называемая эстрадная манера. Вот. Те, которые хотят, конечно, петь эстрадную музыку, песни, ну, конечно, это ваш выбор. Вы имеете право, так сказать, выбирать себе любой вид, так сказать, любой шанр пения. Или классический, вот, оперный, или, так сказать, камерный, вот, или эстрадный. Но я настоятельно вам рекомендую именно распевать и развивать голос именно вот в третьей позиции, для того, чтобы вы напели, так сказать, уже эти мышцы, трахейную мышцу и бронхиальную до такой степени, вот, что параллельно, когда вы распеваете вот эту мембранозную перепонку трахеи и бронхи, вот, она распевается всем своим объемом, и поэтому эстрадное пение у вас тоже будет достаточно, так сказать, с тембром, вот, и с красивым голосом. Вот, так что, в любом случае, мы должны, вот, следовать этому классическому примеру, распевать вот эту мембранозную перепонку бронховой трахеи, вот, в третьей позиции, потому что, видите, вторая позиция, она уже...